Самозанятым заплатят, безработных трудоустроят. На Ямале усилили меры по поддержке занятости населения и, самое главное, бизнеса. Для поддержки предпринимателей в окружном правительстве подготовили три пакета помощи. Как это будет выглядеть, расскажет Вера Баранова. Как сократить безработицу в период пандемии? Такой вопрос сейчас на повестке во всех регионах страны. На Ямале в первую очередь решили простимулировать самих предпринимателей. И теперь те работодатели, которые создают временные рабочие места для безработных или сотрудников, находящихся под угрозой увольнения, могут получить возмещение расходов на оплату труда с учетом страховых взносов. Сумма составляет более 31 тысячи рублей в месяц на одного работника. Эти меры позволят поддержать в этот период около 2000 ямальцев, отметил глава округа. Если же руководитель компании решил трудоустроить человека на постоянной основе, сумма увеличивается четырехкратно. Для малых и средних предпринимателей предусмотрена субсидия – 123 тысячи рублей на каждое рабочее место. Уволить сотрудника по инициативе работодателя будет нельзя. Если он уйдет сам на его место, направит другого безработного. Каким критериям должны соответствовать работодатели, чтобы получить данные субсидии? В первую очередь, это то, что работодатель должен осуществлять свою деятельность на территории автономного округа, не должен находиться в стадии реорганизации, ликвидации, либо банкротства, не должен являться иностранным юридическим лицом. У него должны отсутствовать задолженность по выплате заработной платы своим работникам, а также должны отсутствовать нарушения российского законодательства. При подаче заявления на единовременную финансовую поддержку на создание дополнительного рабочего места необходимо также предоставить смету на затраты. Еще одна дополнительная мера поддержки введена для граждан, прекративших индивидуальную предпринимательскую деятельность и признанных безработными после 1 марта этого года. Ранее они не попадали под меры поддержки и могли претендовать лишь на минимальное пособие по безработице. Это чуть более 2000 рублей. Теперь таким гражданам на период апреля, мая и июня установлена региональная доплата до максимального размера пособия по безработице – 18 тысяч рублей. За подробной консультацией можно обратиться в Центры занятости населения или в Окружной департамент занятости населения. Ранее ямальские власти презентовали два пакета мер поддержки малого и среднего бизнеса. В частности, снижение налоговой ставки на доход, а тем, кто работает в сфере образования, здравоохранения, культуры, спорта, организации досуга и развлечений, обещана единовременная выплата на компенсацию доходов до 200 тысяч рублей. Те, кто работает в сферах ремонта компьютеров и бытовой техники, химчистки, пошивы и ремонта одежды, парикмахерских и салонов красоты, а также фотографии, могут претендовать на единовременную выплату в 30 тысяч рублей. Подать документы можно в электронном виде на сайте сохранибизнес89.рф. Мир Барамы телерадиокомпания «Сигма» для НУР-24.